приветище это хогвартс легаси полностью на русском языке дождался этой русификации и теперь мы можем пройти эту игру с полным погружением и удовольствием играть я буду с самого начала и у меня новый персонаж под именем жора потник и мы начинаем приятного погружения в школу магии а похоже мы уже готовы отправляться жаль что было так мало времени на отработку заклинаний надеюсь вы практиковались в тех что я показал да профессор надо сказать впервые вижу чтобы кто-то так быстро осваивал чужую палочку представляю на что будете способны получив свою спасибо профессор фиг в том числе и за то что согласились позанимать или азар джордж рад что ты нашел нас хоть я и описал это место весьма туманно мне не впервой трансгрессировать непонятно куда хотя признаюсь сперва у меня вышла небольшая промашка и я слегка напугал каких-то театралов в эст-энди давно мы не виделись честно сказать твоя сова меня изрядно давай-ка лучше не здесь или азар разумеется поговорим по дороге в хогвартс у нас впереди еще пир и церемонии распределения отличная идея если только твой протеже не против что я за вами увижусь что вы несете после вас давненько я не бывал замки приятно будет вновь посетить родные развалины и и и и и и и и и Я рад, что застал тебя до отбытия в Шотландию. Ты едва успел. Ну и кто же твой спутник? Новое пополнение. Новое? Да, сэр. Меня зачислили на пятый курс. Как необычно. И впрямь. Никто из преподавателей не помнит, чтобы в Хогвартс поступали так поздно. И я не помню. Ну и, поскольку у других пятикурсников была фора в целых четыре года, директор попросил меня до начала занятия немного позаниматься с новичком. Значит, вам очень повезло с наставником. Профессор Фиг не только выдающийся педагог, но и на редкость умелый и одаренный волшебник. Мистер Озрик склонен к лести. Возможно, поэтому он занял такой пост в министерстве. Ты это видел? Да. Никто не знает, насколько Ранрек опасен на самом деле. Мое мнение разделяют далеко не все коллеги в министерстве, но я считаю, что он — серьезная угроза. Причем именно твоя супруга еще несколько месяцев назад поведала мне о нем. Мириам? Как? Она написала мне о нем незадолго до смерти. Спрашивала, известно ли в министерстве о его делах. Но прежде чем я смог ответить, она прислала вот это. И это было последним, что я от нее получил. Это принесла ее сова. Без какой-либо записки. Возможно, ей... Нужно было поскорее это отправить. Чтобы спрятать. Чтобы не попало к Ранреку. Я не смог открыть. Футляр запечатан очень сильным заклятием. Похоже на гоблинский металл. Этот символ... А что это за свечение? Я ничего не вижу. И я тоже. Мерленова борода. Как вы это... Стойте. Мы не знаем, что... Держитесь! Прыгайте! Прыгайте! Ключ! Дайте руку! Вы в порядке! Вы пострадали. Самую малость. Возьмите. Это рябиновый отвар. Вмиг поставит вас на ноги. Бухнем. Помянем. Того усатого мужичка. Которого сорвал дракон. Что произошло? Бедный Джордж. Он в голове не укладывается. Что только нашло на эту тварь. Нападать на летящую карету. Ни один дракон не стал бы. Профессор? Сэр... Сэр... Где мы? Не знаю. Но ключ, который вы обнаружили, это явно портал. Портал? Зачарованный предмет, перемещающий любого коснувшегося в определенное место. Сэр, мне уже лучше. Если хотите смотреться, я с вами. Да, пожалуй. Но держитесь рядом. Мы не знаем, кто создал этот портал. И для чего. Ну что ж, начнем наше приключение. Похромали потихонечку. Как далеко забросил нас этот портал? Куда дальше от Лондона, чем унесла нас карета? Мы сейчас где-то в северный шаг. Атлантик! Сэр, в антируины. Может быть... Должен ли был портал привезти нас туда? Лопаю, да. Да, день оказался полон неожиданностей. Но Мириам явно послала этот портал Джорджу не просто так. И я уверен, что она, а теперь еще и Джордж, погибли в поисках того, к чему он должен был привезти. Если вы точно в порядке и не против немного мне помочь, я хотел бы осмотреть место. Конечно, сэр. Отлично. Попробуем найти дорогу к руинам, если она тут вообще есть. Ну вот, вроде бы, как наша дорога. Смотрите под ноги. Да я смотрю, я вот эти скляночки хотел разбить, но палочки-то у нас пока что нет, поэтому... Просто следуем за стариком. Как вы думаете, откуда у вашей супруги вообще этот портал? Хороший вопрос. Мириам много лет искала следы давно забытой формы древней магии. Древней магии? Да, в могущественной магии, которая была доступна лишь немногим, но, судя по всему, ее секреты уже утрачены. Это с ее помощью был возведен замок Хогвартс. В нем до сих пор живы ее отголоски. Не знаю, где Мириам раздобыл этот портал, но уверен, что это напрямую связано с предметом ее поисков. О, там внизу есть тропа. Сюда! Но, сэр, зачем ваша супруга вообще искала следы давно утерянной магии? Мириам хотела выяснить, как настолько могущественная магия могла просто исчезнуть. Считала, что ее можно было обернуть во благо. Но магия сродни любой другой силе. Все зависит от того, кто именно ею владеет. А вот и первые чары. Это что, лед? Нет, тут слишком тепло. Похоже, это какие-то чары. Кто-то хотел преградить нам дорогу. Поглядим, насколько вы наловчились обращаться с палочкой. Сосредоточьтесь на центре. Давай попробуем. Доставим нашу палочку. И... Таких сюрпризов я не ожидал. Каких сюрпризов? То, что я магию разобью. А по чайке попаду? Чайка, иди сюда. Теперь наверх. Да легко. Только я сейчас... О, по старику можно. О, старику пофиг. Его магия не берет. Тут же где-то тайничок был. Сейчас мы его найдем. А, секундочку. Отсюда мы пришли. Поднимаемся наверх. И вот сюда сейчас пойдем. Вот тут тайничок был. Вот он. Сомбучело ждет нас тут. Уже сто лет в обед. Когда мы его откроем. Тут ничего. Можно... Нет, вниз мы не пойдем. Там как-то очень опасно и высоко. Склянки, думаю, нет смысла бить. В них все равно тоже ничего не находится. Мы уже близко. Осталось совсем немного. Ветрище какое-то дует. А, да. Тут сейчас мощный ветер будет дуть. Держитесь! Репару! Обожаю такие заклинания. Мы почти пришли! Дедушка, ну скажи что-нибудь. Чего мы в тишине-то идем? Чего-то застрял. Зачем кому-то было строить дом здесь? Полагаю, этот кто-то любил уединение. Портал привел нас сюда неспроста. Давайте осмотримся. Ищите все, что покажется необычным. Ну, я, наверное, сразу сюда пойду. Это как минимум необычное. Профессор, здесь что-то вроде бы рельефа. Возможно, владелец этого места был известным ясновидцем. Любопытно. Сейчас еще. А бежим тут все? Похож на Дамблдора. Профессор, это статуя. Интересно, а это что? Профессору пофигу. Он там своими занят. Похоже на брат Дамблдора. Но это, скорее всего, у него. Хотя, кто знает. Вот он, этот портал. Опять этот зачарованный прозрачный камень. Но что он с собой заслоняет? А это что? Профессор фиг! Он бежит? Нет? Проты... О! Я уж хотел погромче покричать. Как странно. Для чего было создавать этот зачарованный камень именно здесь? И как за ним может быть комната? Комната? Я ничего не вижу. И здесь это свечение, как на футляре с порталом. По имя Мерлина! Годриково сердце. Где мы? На голове не укладывается. Мы в банке. Нужно всего лишь разбудить Гоблина. Так я его не разбужу. Эй, Гоблин! Он так сладко спит, что ему на все насрать. Здравствуйте! Да орните вы уже на него! Не может быть! Минуточку! Добро пожаловать в банк Гринготтс! Вам нужен сейф номер двенадцать! Кх-кх-кх... Именно. Ваш ключ? М? Из футляра. О, да, разумеется. Прошу за мной. Держитесь рядом. После вас... Какие все-таки у Гоблина длинные руки? Они непропорциональны его телу. Не присовывайте руки за край тележки, если не хотите их лишиться. А сколько всего сейфов в Гринготтсе? Сотни. Да вы и сами в этом убедитесь. По дороге к сейфу номер двенадцать. Сейчас мы прямо под главным залом. Здесь расположены самые новые сейфы. И много в Гринготтсе частных входов? Крайне мало. Подобную услугу могут себе позволить лишь наиболее состоятельные, или я бы даже сказал, и влиятельные клиенты. Советую задержать дыхание. Что-что? Этот водопад всплывает в любые чары. Дополнительная мера охраны. Похоже, вы уже сталкивались с гибелью варвов раньше. Просто слыхал. А здесь у нас сейфы нижних уровней. А далеко нам еще? Сейф номер двенадцать был арендован вскоре после основания Гринготтса. Более четырехсот лет назад он находится в самом глубоком подземелье парка. Устраивайтесь поудобнее. Путь простоит не близкий. Четыреста лет назад. Основали банки и практически сразу же была основана эта ячейка. Номер двенадцать. Номер сейфа. Двенадцать. Исторический день. Какая у него странная красная повязка на руке. И глаза еще красные. Мутный типок. Поехал, походу, куда-то докладывать. Профессор, повязка на рукаве этого охранника светилась. Так же, как футляр с порталом? Нет, темнее. Так же светился ошейник на шее дракона. Что-что? Мы просто говорили об этом гоблине. Он отвечает за старейшую часть банка. Туда уже почти никто не ходит. Вот мы на месте. Когда этот сейф открывали в последний раз? Дежурные гоблины, приставленные к этому сейфу, сменяли друг друга уже сотни лет. За это время сейф номер двенадцать не открывали ни разу до сегодняшнего дня. Сейф номер двенадцать. Благодарю вас. Но мы-то уже знаем, что сейчас здесь произойдет. Как думаете, что именно нам нужно здесь искать? Сам не знаю. Сэр, вы не могли бы... Порядок доступа к сейфу номер двенадцать. Обязывает меня впустить сюда владельца ключа, после чего закрыть дверь. Постойте. Желаю удачи. Профессор? Да уж, неожиданный поворот. Дайте подумать. Здесь наверняка что-то... Хм, пожалуй, ревелио. Ревелио? Именно, проявляющие чары. Самое время вам их освоить. Давайте поглядим, что от нас закрыто. Берите палочку и сосредоточьтесь. Я уж и забыл, как это делается. В сколько времени это прошло? Нажмите, чтобы использовать ревелио. Без проблем. Вон там. Там что-то есть. Подойдите поближе и попробуйте повторить чары. Какая-то дверь? Уже что-то. Здесь снова тот символ. Вы часом не знаете, как ее... Знаю, профессор. Этот символ светится точно так же, как футляр с порталом. Если то, что вы видите, указывает нам путь, думаю, совсем скоро мы раскроем секрет этого сейфа. Ведите. Это непростой сейф. Подозреваю, чтобы выбраться отсюда, придется потрудиться. В каком это смысле потрудиться? Вы думаете, это какое-то испытание? Да. Но для чего оно задумано, я не знаю. Держитесь рядом. Если что-то пойдет не так, трансгрессировать отсюда не получится. Это как-никак Гринкотс. Темные, мрачные места. Нравились мне такие местечки? Чувствуешь в них себя вроде бы как и безопасно, а с другой стороны и опасно. Впереди что-то есть. Что там? Снова это свечение, но теперь на полу. Люмарс, что произошло? Стоило мне только приблизиться к этому свечению, как оно тут же заклубилось вокруг меня. Вы в порядке? Да, сэр. В полном. Вы что-то сделали, и пол изменился. Это статуя. Статуя? Я вижу какую-то статую, но только как отражение в полу. Ревеля! Полагаю, ее-то отражение вы и видели. Да. Я, но по-прежнему на месте. Вот только смотрят, они в разные стороны. Погодите. Когда вы отошли, отражение повернулось вслед за светом. Хм. Может, вам применить, Люмус? Тогда изучим его, товарищи волшебники. Я еще даже в школу не пошел, уже столько магии знаю. Ревеля, Люмус. Ну и как пользоваться волшебной палочкой. Люмус. Отлично. Теперь отражение повернулось ко мне. Оно и в самом деле реагирует на свет. Берегите! Продолжение следует... Продолжение следует... Не отводите! Да я тут стою, я прям вот... Ты в меня палочку в окно, я прям настолько близко к тебе стою. Дедуля! Профессор? Профессор Фиг! Профессор, где вы? Плохо дело. Куда же мне идти? Ну, сейчас разберемся, что происходит, Жора Потник. Похоже, эти волшебные огоньки меня куда-то ведут. Мы за ними последуем, но сперва стоит осмотреть эту местность. Тут спрятаны сундучки. Вон там даже сундучок есть. Кто бы мог подумать, да? Что в такой тельни есть сундуки. Я уже, наверное, 150 золотых поднял. Очень дельно. Так вот, куда они меня вели. Снова это свечение. Но сейчас не до них. Надо... А, за столбом. 200 золотых у нас в кармашке. Я сейчас в школу приеду самым богатым. Ну-с, начнем, значит. Нужно вначале ревелио. Кажется, придется обходиться своими силами. А теперь нужно всех их развернуть. Один сюда. Ага. Все, они все повернулись, правильно же? Да. Похоже, выбора нет. Придется сражаться, чтобы выйти отсюда. Успел! У-ху-ху-ху! Когда-то мне новое умение дадут изучить. Вот. Удерживайте треугольник во время применения протега, чтобы контратаковать. Контратака, это очень дельно. Что-то как-то там многовато напрыгало. Немножечко застал. Ну, как говорится, лучше перебздить, чем недобздить. Правильно же? Контратака. Ага, надо удержать. Вот! Контратаковали, отлично. Продево! Остолбиней! Люмус! Зачем я Люмус заколдовал? Непонятно. Все? Кажется, да. Люмус! И тишина. И покой. Люмус! Снова бежим за светлячками. Тут у нас нигде сундучки не спрятаны. На самом деле, хорошо, что в темноте они так подсвечиваются ярко. Ревелим! Не, ну тут уже больше, по-моему, нет ничего. Давить. Ну, тут тупик. Расколдовываем это место. Протесар пик. Ревелим! Как тут сундука поближе? Сколько? Все это собираем, а потом уже с фигом разберемся. Фиг. Бегуся. Надеюсь, он не обидится, да, то, что я тут бегаю, бабки собираю. Что, неплохо? Уже 300 золотых у меня в кармане. О, тяга появился. Вот вы где. Как вам? Что это за место? Я не знаю. Но вот это висело в воздухе над той... чашей. Это не просто чаша. Это омут памяти. В нем можно увидеть воспоминания. Интересно. Делайте, как я. Заныривай. Все готово. Портал спрятан. Очень хорошо спрятан. А что, если путем, который мы создали... Будет невозможно пройти. Не пройдут те, кто не видит следов древней магии, которые вижу я. Твоего дара видеть то, что не видят другие, недостаточно, Персеваль. Мы вверяем тому, кто ступит на этот путь, могущественные тайны. Ради этих знаний многие на все бы пошли. Да. Надеюсь, мы правы, Чарльз. Ведьма или волшебник, который пройдут эти испытания, докажет, что достойны знаний и ответственности на них возложенных. Мы сделали все, что мы... Так вот, что вы видите. Свечение, которое окружает их. Да, сэр. Поразительно. Я что, вижу магию? Если точнее, следы очень древней магии. Магии, в существовании которой Мириам была так уверена, но так и не сумела. Мириам, а возможно и Джордж погибли, желая отыскать знания, столетиями остававшиеся тайной. И, похоже, именно вы способны пролить свет на причины их гибели. Мы бы... Одна, только что тут все было совсем иначе. Кто-то идет. Кто это был? Не знаю. Но, сэр, вам сюда нельзя. Я был прав. Ран-рок. Похоже, моя репутация опережает меня. Я уже начал думать, что никто и не посетит хранилище Рэбхэма. А что ты здесь забыл? Спокойней. Просто отдай мне то, что ты здесь нашел, и мы забудем старые обиды. Сэр, у них был ключ от сейфа. Хорошо подумай, что ты сейчас скажешь. Я... Я лишь хотел сказать, что порядок доступа к сейфу номер 12 обозначен четко. Сэр, я вынужден настаивать. Я вправе допустить в сейф лишь того, у кого есть ключ. А у вас... Терпеть не могу предателей. Так, о чем мы? Ты ничего от меня не получишь. Ну ладно. Может быть, твой юный спутник окажется посговорчивее. Защита ячейки сработала. Я знаю, как отсюда выбраться. Терпеть не могу. Терпеть не могу. Терпеть не могу. Да, сэр. Какой же могущественный гоблин! Похоже, моя магия на него даже не действовала. Где это мы? Быть не может. Похоже, те, кто оставил здесь омут памяти, этот медальон и создал весь этот путь, хотели, чтобы именно вы оказались здесь. Идемте. Нас еще ждет церемония. Эй, 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 что за призы? Эй, 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 э О, славно! Церемонию мы еще не пропустили. Я, конечно, не эксперт, но, кажется, так будет уместнее. А теперь нужно скорее заняться этим медальоном, но сперва известить министерство. Нужно рассказать о Джорже и предупредить о Ранреке. А то, что произошло сегодня, останется тайной между вами и мной. Разумеется, сэр. Спасибо. Ну что, вы готовы к церемонии? Финнес, Неджоэллс, Блэк. Будем сейчас вас знакомить с нашим директором. Фиг. Все-таки снизошли до нас. Церемония уже завершилась. Возникли затруднения. Затруднения? Ситуация с гоблинами нам довольна. Гоблины, не надо слухов, Фиг. Не испытывайте остатки моего терпения. Если изволите, то пройдите церемонию распределения. Засранец какой этот, Блэк. Поговорим в другой раз. Мы даже не знаем, через что мы прошли. Гоблины, да слух. Сам бы увидел, обосрался бы от них. Чувак, у тебя такие же очки. Профессор Уизли, мы распределили еще не все. Отлично. Вы как раз вовремя присаживайтесь. Шляпа, пожалуйста, только не сожри мои мозги. О, надо же! Ты постарше остальных, не так ли? У тебя уже есть свои предпочтения и предубеждения. Некоторые ожидания. Скорее бы начать учиться, скорее бы исследовать замок. Исследовать замок. Мне очень хочется поскорее изучить Хогвартса и все окружающие его земли. Дух приключений прям способствует открытиям. Но не забывай, что преподаватели могут очень многому научить. Хмм, любопытно. Хмм, я что-то чувствую в тебе. Некую черту характера. Хмм, какую же? Отвага, любознательность, верность, амбиции. Любознательность. Желание учиться? Обожаю интересные загадки. Мне кажется, у меня пытливый ум. Хмм, ума тебе не занимать. Ты не теряешь ясности мышления там, где другие заходят в тупик. И любознательность имеется. К тому же ты быстро учишься. Возможно, твое место в Когтевране. Распределяющий шляпа ушла ваше предпочтение и выбрал факультет. Когтевран. Студенты Когтеврана известны творческим подходом, смекалкой и находчивостью. В прошлый раз я выбрал Пуффиндуй, остался Слизерин и Гриффиндор. Я думаю, что Когтевран нам подходит. Шляпа не могла ошибиться. Твое место в Когтевране. Я так счастлив, что капец. Теперь мне придется учиться. А до этого я был свободным парнишей. Что это за муравейник у вас на столе стоит? Ах, да, и еще кое-что. Из-за несчастного случая прошлой весной, в этом году все соревнования по квиддичу отменяются. Отстой. Тихо. Можно подумать, я запретил все полеты вообще. Хотя, еще не поздно. Ученики обязаны прежде всего думать об учебе. Что ж, завтра много занятий, и вам надо подготовиться. А как же учиться летать на метле? Я сказал, завтра много занятий, и вам надо подготовиться. Не зря у него фамилия Черный. Ну, Блэк же переводится как Черный. Эффектное появление. Давайте знакомиться. Я... Профессор Уизли, извольте сопроводить нашего нежданчика в гостиную. Как раз собиралась, сэр. В смысле нежданчик? Ты что, обалдел, что ли? Так вот, я профессор Уизли. Рада знакомству. Приятно познакомиться, профессор. Моя обязанность, как заместитель и директора, проводить вас в гостиную. Нам сюда. Начинать обучение с пятого курса необычно. Будет сложно. Но, думаю, вас это не пугает. Это так, профессор. А вот и вход в гостиную когтеврана. Но нужно отгадать загадку. Боюсь, тут я вам не помощница. С загадками у меня всегда было неважно. Кто прожил больше? Призрак или полтергейст? Призрак или полтергейст? Хм. О потустороннем существе нельзя сказать, что оно жило. Отлично. А теперь идите и выспитесь. Завтра очень важный день. Утром я приду, чтобы проводить вас на первый урок. Спасибо, профессор Уизли. Не за что. Надеюсь, первая ночь пройдет спокойно. Приятных снов. Капец, загадка, да? Тебя спрашивают, дай ответ из двух вопросов. Призрак или полтергейст. А ты свою третью теорию выдвигаешь. И ты отгадываешь загадку. Это гениально. Можно было вообще что угодно сказать. Кстати, Уизли, это получается же прабабушка... Похоже, все уже ушли. Надо поспешить в гостиную. Прабабушка семейства Уизли. То есть там, где Рон, два близнеца, их сестра, вот это все, это Уизли. И возможно, это действительно их бабушка или прабабушка. Ну а мы очутились в школе. И на этом, пожалуй, мы закругляемся. Согласись, гораздо интереснее погружаться в мир Хогвартса с озвучкой. Если тебе тоже понравилось, и ты хочешь увидеть дальнейшее прохождение, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще этого не сделал. И тогда мы вновь с тобой увидимся. Так что до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok